Для того, чтобы мы смогли разобраться, как профилактировать лимфедему, как ее лечить, если она началась, почему одни методы лечения подходят, другие не подходят, для начала нужно вообще разобраться, что такое лимфатическая система и почему лимфедема случается, и что это такое за заболевание. Потому что многие думают, что это иногда состояние или симптом, при некоторых заболеваниях так может быть, но мы сегодня посвящаем речь именно классическому варианту течения лимфедема как самостоятельному заболеванию. Итак, лимфатическая система, она состоит, если говорить про те органы, которые нас интересуют, то есть которые отвечают за транспорт лимфы, из лимфатических сосудов и лимфатических узлов. Лимфатическая система также в себя будет включать тимус, селезенку, пьеровы, бляшки, миндалины, лимфоциты, но эти клетки и органы относятся к иммунной функции лимфатической системы и заболевания, соответственно, уже иммунные, поэтому мы не будем в этой лекции их разбирать. А мы будем разбирать именно транспортную часть лимфатической системы и что происходит с сосудами и лимфатическими узлами. Если мы посмотрим на эту картинку, то мы видим, что лимфатическая система, она не имеет какого-то круга, в отличие от кровеносной, и она начинается мелкими сосудиками, инициально они называются, везде подкожно-жировой клетчатки. Потом, как веточки дерева, собирают из-под конжировой клетчатки жидкость и уже становятся ветками, а ветки превращаются в стволы. И можно увидеть, вот где синим нарисована вена в районе ключи, есть один проток большой, который входит прямо в венозный угол, это грудной лимфатический проток, то он собирает лимфу от нижних конечностей, от органов малотаза, брюшной полости, от левой руки, от левой половины лица и шеи, и от левой половины грудной клетки. Поэтому он такой крупный, очень много лимфы собирает. А с правой стороны, правый лимфатический проток, он собирает лимфу только от правой руки, правой половины грудной клетки, лица и шеи. И в конечном итоге, когда вся лимфа собрана, она вся попадает в венозную систему. Но прежде чем она дойдет до этого венозного угла, лимфатическая жидкость будет профильтровываться через лимфатические узлы. Мы тоже здесь и на этой картинке их видим в паху, в области брюшной полости, в области подмышек, в области шеи. Классические скопления лимфатических узлов. Мы к этому чуть позже еще вернемся. Это как выглядит лимфатическая система схематично, как раз если смотреть на срез под кожан жировой клетчатки. То есть мы видим мелкие сосудики, зеленым они нарисованы, и потом они уходят вглубь, становятся большего размера, и в них появляются клапаны. Клапаны – это очень важная часть лимфатического сосуда, которая дает возможность жидкости двигаться только в одном направлении. То есть неважно, из ноги, из руки, но жидкость будет вся идти в сторону ключи, в сторону венозного угла. И обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько здесь, и здесь в правильном масштабе показан, лимфатические сосуды крупнее кровемостных. Красные – это артериолы, синенькие – это венулы, и, соответственно, лимфатический сосуд в несколько раз больше. И он может транспортировать в себя гораздо более крупные молекулы, которые по своим размерам в капиллярное звено кровотока попасть не могут. И еще один более современный схематический рисунок. Я его люблю показывать, потому что как раз здесь очень удобно демонстрировать как раз то самое строение в виде веточек и кроны от дерева. Мы видим, где циферка 2, как раз такие, как маленькие кустики, веточки, собирают лимфу из-под самой кожи, потом все это уходит вниз, и потом уже по крупным стволам, которые, как правило, сопровождают вены и артерии, проходят к венозному углу. И вот эту картинку мы тоже обязательно разберем. Еще раз подчеркиваю, насколько лимфатический капилляр больше, чем кровеносный или венозный. То есть мы видим красная, опять же, это артериальная часть, кровеносная часть, кровеносный сосуд и насколько больше лимфатический зелененький. Второй момент. Если мы будем смотреть на кровеносный сосуд, мы будем видеть в нем небольшие отверстия, через которые из кровотока поступают в межклеточное пространство. Вот это вот все серое вокруг, это межклеточное пространство, то есть такой золь, в котором находятся клетки. И они получают питание не напрямую из сосуда, то есть сосуд не подключается каким-то образом к клетке, нет, из сосуда кровеносного питательные вещества, растворенные жидкости выходят вот в это пространство межклеточное. Клеточка забирает оттуда ту жидкость, которая богата всем, что ей нужно. А потом, когда она, соответственно, прожила какую-то часть своей активности, она выделит как продукты обмена веществ тоже то, что ей больше не нужно. Отходы, грубо говоря. И они тоже попадут в растворенном состоянии вот в это межклеточное пространство. И выводиться эти отходы, условно, будут большей частью через, опять же, кровоток, через венозную систему, но не все может попасть из-за размеров внутрь кровеносного капилляра. Поэтому и создана лимфатическая система. В нее может поместиться очень много того, что никогда не влезет в кровеносную. Что это за клетки? Например, это крупные белки. Это очень важно. Клетка в процессе жизнедеятельности выделяет, в том числе и белки. И не для организма являются, если уж совсем утрировать, токсичными продукты обмена веществ, отходы. Их обязательно нужно убирать из межклеточного пространства. Но они по своим размерам бывают очень большие. И выводиться могут только лимфатической системой. Также это крупные жировые молекулы. Также это умершие клетки. У нас постоянно идет обмен в этом плане, что одни клетки живут и погибают, а другие новые образуются. И так вот погибшие, распавшиеся клетки. Это очень крупные в размеры молекулы. Их тоже нужно как-то выводить. И это будет делать лимфатическая система. И, естественно, в лимфатическую систему будут попадать микроорганизмы вредные, бактерии, грибки. А также лимфатическая система будет стоять на пути распространения метастатических клеток. И они тоже могут попадать именно в нее. И, естественно, это все растворено в определенном количестве жидкости, условно воды, физиологической жидкости. И будет транспортироваться дальше по лимфатической системе. И что я хотела здесь еще показать на этом рисунке, он очень правильно сделан. Мы видим, что к каждой клетке лимфатического капилляра подходят какие-то веточки. Вот эти веточки называются якорные филаменты. Это такая коллагеновая ткань, которая будто как ручка от двери привязана к клетке оболочки лимфатического капилляра. Когда давление жидкости, когда много жидкости образовалось в межклеточном пространстве, вот эту веревку коллагеновую из-за большого давления жидкость натягивает. И она начинает оттягивать край клеточки капилляра. И тогда в отверстие оно становится очень большим, может попасть жидкость, насыщенная всеми вот этими крупными молекулами. Соответственно, жидкость туда попала, давление в межклеточной жидкости упало, натяжение этой веревочки тоже упало. И все, капиллярчик, он уже может дальше продвигать жидкость, потому что клеточки закрылись. То есть клетки лимфатического капилляра, они как черепичка, они открываются и закрываются. Поэтому проникнуть внутрь может очень большого размера молекул. Почему я на этом так подробно останавливаюсь? Потому что мы потом будем отвечать на вопросы, могут ли диуретики, то есть мочегонные, убирать лимфатический отек. И почему не могут, да, будем говорить, какой должен быть лимфодренажный массаж. А лимфодренажный массаж должен натягивать вот эти якорные филаменты. Поэтому сейчас мы вот эти азы анатомические разберем и дальше уже будем к клинике двигаться. И еще раз, для понимания того, откуда эта жидкость берется. Потому что многие думают, может это какая-то вредная жидкость, может плохо, что она у меня образуется. Нет, лимфатическая жидкость, она каждый день образуется у человека примерно 2-3 литра. И образуется она как раз как часть ультрафильтрата крови. То есть если условно взять вот эту гемодинамическую модель, через артерии к клеткам в межклеточное пространство придет 100% жидкости. 90% уже отработанной жидкости из межклеточного пространства после того, как клеточки проживут свой цикл, будет убираться через вены. А вот 10% будет уходить через лимфатическую систему. И еще раз, из-за своих размеров то, что может выводиться лимфатической системой, никогда не сможет вывестись по венам. Поэтому как-то стимулировать венозный отток, если вены здоровы, или всасывание в вены, например, теми же мочегонными препаратами, оно не придаст никакого нам ускорения или улучшения оттока по лимфатической системе. Потому что просто не влезет в кровеносную систему. И еще раз показать разницу. То есть кровообращение – это замкнутая система, а лимфообращение – не замкнутое. И здесь важен какой момент. А как же тогда лимфа движется? Ведь мы видели, начинается лимфатическая система от самых ножек, а доходит до ключиц. Причем против силы всемирного тяготения. В системе кровообращения у нас есть хороший мощный насос – это сердце. Оно сокращается достаточно часто, и за счет этого постоянно идет движение крови. А в лимфатической системе сердца нет. Таким образом тогда получается, что лимфа может продвинуться снизу вверх. Это несколько важных механизмов нужно тут разобрать. Я не буду говорить про все, нам нужно знать самые основные. Во-первых, в каждом лимфатическом сосуде мы видели клапаны. Помните, я показывала крупные сосуды. Так вот между этими клапанами каждый кусочек лимфатического сосуда называется лимфангион. И в оболочке лимфатического сосуда есть гладкомышечные клетки. То есть он сам может сокращаться. Фактически лимфатический капилляр, большой сосуд, он состоит из большого количества лимфатических сердечек, если уж так утрировать. И они будут сокращаться по очереди. То есть что происходит? Образовалась жидкость, которая попала в лимфатический капилляр. Он ее протолкнул дальше в лимфатический сосуд. И в нем, естественно, повысилось давление. Механизмом к сокращению, как и в сердце, является вот это повышение давления внутри сосуда. Там есть пейсмекерные клетки, такие же, как в сердце. И они генерируют электрохимический импульс. Повысилось давление, они сократились. И выдавали жидкость в следующий кусочек между клапанами, в следующий лимфангион. Итак, по очереди, сокращение за сокращением, будет проталкиваться жидкость по лимфатическому капилляру. Можно сравнить с перистальтикой кишечника, но только у кишечника частично идет периодически назад заброс, а потом продвижение вперед. А здесь только вперед. Из одного лимфоргиона в следующий, в следующий. И так пока все это не дойдет до венозного угла. Но что нужно понимать? Это же маленькие сосудики, там не так много мышц. И процесс этот медленный, то есть сокращение, количество сокращений, оно не бывает больше 6-10 в минуту. Это на высоте физической нагрузки. Иногда вообще может быть одно сокращение в 16 секунд. То есть система транспорта лимфы медленная. Почему, опять же, мы так это серьезно разбираем? Хотя, например, вы могли бы подумать, если вы не медики, то зачем нам это знать? А чтобы вы могли понимать, правильно вам делают лимфодренажный массаж или нет. Потому что если делать лимфодренажный массаж, то есть помогать лимфатической системе работать, мы должны соответствовать ритму сокращения лимфатической системы. Соответственно, движения все должны быть медленные. То есть не чаще самого частого возможного сокращения. То есть не чаще, чем одно движение в 4 секунды. Это очень важно. Если мы начинаем делать какие-то быстрые хаотичные движения, пользы для лимфатической системы не будет совершенно никакой. И второй очень важный механизм транспорта лимфы, он связан с мышцами скелетными. В помощь, особенно как раз в ногах, это актуально для рук, где уже случилась лимфедема тоже, вступает такой механизм, который называется мышечная помпа. Он также помогает и венам возвращать кровь наверх. То есть крупные лимфатические сосуды, так же как и венозные, они проходят между групп крупной скелетной мускулатуры. И когда у нас есть какое-то динамическое движение, например, ходьба или сгибание-разгибание руки, что происходит со скелетной мышцей, которая имеет форму веретена. Оно укорачивается в размерах, но при этом расширяется в стороны. И, соответственно, при расширении между двумя мышцами, а практически нет ни одного движения, где работала бы только одна мышца, всегда работает несколько, между двумя расширяющимися мышцами зажимаются в этот момент сосуды. И получается за счет вот этого мышечного давления выталкивается лимфа по капиллярам, как паста из тюбика. Именно поэтому, когда мы говорим, какие нам нужны движения, какие нужны упражнения в комплексе лечебной физкультуры для улучшения тока лимфы, это всегда динамика. То есть разогнул-согнул, сократил-расслабил. То есть не статически, чтобы мы все время вот этот вот механизм выдавливания за счет мышц поддерживали. Причем для здоровых людей он такой дополнительный, а вот для тех, у кого уже лимфедема долгое время существует, он вообще становится самым важным в тех конечностях, где есть лимфатический отек, потому что, когда очень долго лимфатический отек, мышцы лимфатических сосудов в этой конечности, они атрофируются, они перестают работать и заменяются на склеротическую ткань. То есть свой естественный механизм транспорта в этом месте лимфатическая система теряет. И действительно хороший эффект можно получить только если двигать еще лимфу за счет мышечной помпы. Дальше у нас идет картинка, как раз чтобы вам показать, как выглядят эти клапаны. Они находятся внутри сосудика. То есть каждый лимфатический сосуд разделен на несколько структур. А это даже маленькое видео условное, как между мышцами будет при их сокращении выдавливаться лимфа. Сейчас попробуем нажать. Вот мышечное сокращение, мышцы расширяются и выдавливают, опорожняют лимфатические сосуды. Это еще раз напомнить о том, как здесь построена лимфатическая система и какие крупные лимфатические узлы будут фильтровать. Мы же помним, если уж совсем утрировать, получается, что лимфатическая система транспортирует отходы. Там и микробы, там и метастатические клетки. Где это все должно задержаться, чтобы дальше в кровь не попасть, и чтобы мы от этого не получили бы вред. Как раз лимфатические узлы выполняют роль вот этого фильтра. Если для кровеносной системы фильтр – это печень, то в лимфатической системе фильтр – это лимфатические узлы. И он не один, а их очень много, и они проходят на пути крупных лимфатических сосудов, чтобы задерживать все вышеперечисленное. Лимфатический узел – это не просто какой-то кусочек жировой клетчатки или какой-то непонятный орган. То, что многие пациенты иногда спрашивают, нам удалили лимфатические узлы, они не восстановятся. Нет, это очень сложный орган, который имеет свое кровоснабжение, свою иннервацию. Самое важное, что он помимо фильтрующей функции, он еще, почему важно именно с точки зрения отек, он еще выполняет функцию концентрации лимфы. В каком смысле? Если мы посмотрим на левую часть рисунка сосудов к лимфатическому узлу, приходит тут условно 4 штуки. То есть по ним, по всем, лимфа приходит к лимфатическому узлу. А отходит всего 2. То есть часть вот той воды условно, жидкости, в которой растворено все, что транспортится лимфатической системой, оно будет всасываться в кровь уже на уровне лимфатического узла. То есть он не только чистит лимфу, он ее еще и концентрирует. Почему нам это важно знать? Мы должны понимать, что когда удаляют, например, из подмышки все лимфатические узлы при операции, например, при раке молочной железы, получается, что нам удаляют не только кусочек транспортной системы. Естественно, все сосуды, которые отводили лимфу, к этому лимфатическому узлу, они пересечены, они больше не будут работать, они перерезаны, наглухо закрыты. Получается, что у нас еще нет органа, который бы частично эту жидкость концентрировал. То есть весь объем, который уходил из руки, он теперь должен всем своим объемом перенестись на грудную клетку. И это показать еще, как у нас построена поверхностная лимфатическая система. Потому что, да, если так подумать, если бы вся лимфатическая жидкость из руки выводилась бы в подмышечные узлы, а мы бы их удалили все при операции, при раке молочной железы, тогда, получается, рука через какое-то время должна бы просто была стать шаром и взорваться. Но такого же не происходит. Как уходит лимфа, когда нет глубоких лимфатических путей? К счастью, у организма все продумано. И есть дублирующая лимфатическая система. То есть помимо глубоких крупных сосудов, есть еще не очень крупные, но разветвленные поверхностные лимфатические сосуды. Они как сетка покрывают все тело. И когда все нормально, когда человек здоров, они также приводят лимфу в свой собственный региональный участок лимфатической системы, то есть к лимфатическим узлам. Ну, например, поверхностная лимфатическая система руки будет приводить лимфу также к одноименной подмышке, своей собственной подмышке. Но если лимфатических узлов подмышки не стало, для глубокой системы это критично. Крупные сосуды, которые там внутри приходили, все, им уже некуда отводить лимфу. А вот поверхностная лимфатическая система, у нее есть так называемые анастомозы. То есть это такие соединяющие сосудики, которые могут перебросить лимфатическую жидкость с одного квадранта, то есть с одной части тела, на другую. Например, с левой стороны мы можем перевести ток лимфатической жидкости к лимфатическим узлам с правой стороны. Такие же соединяющие сосудики есть между верхом и низом. То есть, если нету лимфатических узлов в подмышке, поверхностная лимфатическая система имеет соединение с лимфатической системой одноименного паха с паховыми лимфатическими узлами. То же самое и для нижней конечности. То есть пах с пахом может передавать друг другу лимфатическую жидкость, либо пах в подмышке. И для чего нам это нужно знать? Ну, во-первых, это именно тот механизм, благодаря которому у многих пациентов лимфедема не развивается, к счастью. Соответственно, если мы говорим про уже существующую лимфедему, то именно воздействие и помощь поверхностной лимфатической системе и может нам помогать справляться с отеком. То есть прежде чем чем-то интенсивно выдавливать жидкость из отечной ручки или ножки, нам нужно сначала создать условия для того, чтобы эта жидкость куда-то всосалась. Потому что, да, мы выдавим, например, пол-литра отека из ноги, но если мы ничем не подготовим выше лимфатическую систему, эта жидкость может стать выше окончания, где заканчивается давление, например, выше окончания бандажа или чулка компрессионного. Если же мы сделали хороший лимфодренажный массаж, то есть проработали все пути оттока к подмышке, к паху, а также очень важно лимфатические выплы шеи и живота, их огромное количество, больше 300 штук, то мы имеем возможность таким образом уже создать условия для того, чтобы та жидкость, которую мы выдавим, она бы не встала, а уже шла и всасывалась в эти новые пути. Причем эти пути, они находятся у человека как спереди, так и сзади. Поверхностная лимфатическая система идет со всех сторон, по всем плоскостям. И здесь на этой картинке мы тоже можем увидеть, как здесь вот эти анастомозы расположены. Они зеленым цветом выделены, то есть между двумя подмышками и между паховыми лимфатическими узлами спереди и сзади и по боку соединяет подмышки с пахом. Это просто показать еще раз, почему же удаляются лимфатические узлы подмышечной области для тех, у кого происходит операция по монокологии молочной железы. Мы видим, что от молочной железы большое количество сосудов отходят к лимфатическим узлам подмышечной впадины, но именно к этим же узлам отходят жидкость и от руки. И, соответственно, уже врач-онколог решает, сколько лимфатических узлов удалить. Иногда достаточно сделать биопсию сторожевого лимфатического узла. Иногда, если особенно там обнаруживаются лимфатические клетки, либо, если такая процедура невозможна, делают так называемый акселярный клиренс, то есть удаляют все лимфатические узлы подмышечной области. Естественно, мы этим защищаем себя от того, что там могли находиться метастазы, то есть защищаем себя от будущих рецидивов, возможно, но, к сожалению, мы очень сильно в этот момент препятствуем дальнейшему лимфатоку от руки. Если бы только это происходило в момент лечения онкологии, то лимфидема начиналась бы всего лишь у 10-15% женщин, потому что, как я показала, картинку с поверхностной лимфатической системой, она все-таки достаточно мощно развита, и у большинства женщин справляется с такой историей, то есть на себя берет жидкостную нагрузку, но все мы знаем, что очень часто нужно еще в дополнение проводить лучевую терапию. Почему? Потому что не весь лимфатический ток идет от молочной железы только в подмышку. Опять же, на этой картинке видно мелкие сосудики, отходят к парастернальным, то есть около грудинным лимфатическим узлам, может и в межреберном. Бывает, что около ключицы есть несколько групп лимфатических узлов. Их все удалить заранее не представляется нужным и возможным, а предотвратить метастазирование туда нужно, поэтому чаще всего лечащий врач принимает решение о том, что нужна лучевая терапия. Многие пациенты, услышав, что лучевая терапия повреждает лимфатическую систему, думают, может быть, от нее стоит отказаться, ни в коем случае. То есть основное решение за онкологом, если он считает, что лучевая терапия нужна, обязательно ее делайте, потому что нам самое главное это предотвратить рецидивы рака, потому что с лимфидемой, даже если она случится, с ней можно жить, мы научим вас, как с ней можно жить. Поэтому в первую очередь нам нужно себя защитить от дальнейших рецидивов, поэтому если врач сказал, лучевая терапия нужна, значит нужна. Но мы должны понимать, что произойдет дальше с лимфатической системой. Что такое для лимфатической системы лучевая терапия? Помните, я сказала, вся лимфа практически начинает выводиться через поверхностную лимфатическую систему. Она находится действительно, можно сказать, под кожей. А когда происходит процесс лучевой терапии, это фактически ожог для всех подлежащих тканей, в том числе и для мелких лимфатических сосудов. И они повреждаются. Грубо говоря, происходит образование рубцовой ткани заместо тех структур, которые были до того, как был это лучевой ожог. И большая часть лимфатических сосудов, в область которых была проведена лимфатическая лучевая терапия, они выйдут из строя. То есть в те области, особенно, где применяли большое количество, большую дозировку при лучевой терапии, эти области будут выключены из лимфотока. И лимфия останется пути только где-то поверху трапециевидной мышцы, где-то немножко за подмышечной спадиной. То есть те места, где не было лучевой терапии. у кого-то лимфатическая система настолько развита хорошо в оставшихся местах, что без проблем может с этим справиться или лимфатический отек не начинается. И к счастью, таких женщин достаточно много, это примерно от 40 до 60 процентов не столкнутся с проблемой лимфостаза даже после комбинированного лечения. Но опять же остальные 40-60 процентов столкнутся после комбинированного. То есть сначала мы удаляем часть глубокой лимфатической системы, потом повреждаем поверхностную. Конечно, резервы лимфатической системы резко снижаются и каждый день количество лимфы образуется одно и то же, выводить ее теперь очень мало как возможно. Именно поэтому она день от дня начинает потихоньку конечности накапливать. Причем если мы будем рассматривать всю только рука при раке молочной железы, это и нога например, или ноги при гинекологических раках. Также если сопровождалось лечение онкологии в виде удаления лимфатических узлов или лучевой терапии, некоторые меланомы или онкология органов лица и шеи также могут сопровождаться лимфостаза. Что такое лимфидема? Чтобы мы с вами говорили на одном языке, не путали понятия, давайте сразу разберем определение. Лимфидема это я сначала прочитаю и каждое слово буду объяснять, потому что каждое здесь важно. Это хроническое прогрессирующее заболевание. Что здесь важно? Хроническое означает, что мы к сожалению на сегодняшний день развития науки мы не можем его вылечить. То есть как артериальная гипертония, как сахарный диабет, это то, что с человеком будет постоянно. Но то, опять же, что можно и нужно контролировать, как и другие хронические заболевания. Прогрессирующее означает, естественно, то, что если мы не будем этой проблемой заниматься, то это заболевание будет в своем течении ухудшаться и осложняться чем-то еще, чем мы разберем. Характеризуется это заболевание тем, что накапливается жидкость и не просто вода, как мы с вами разобрали в начале лекции, а жидкость, богатая белком в межклеточном пространстве и связано это с нарушением функции лимфатической системы, то есть транспорт нарушен и поэтому она скапливается. И если ее оттуда не убирать, то есть дать возможность отеку быть на месте и ничего с ним не делать, со временем это будет сопровождаться замещением жидкости на соединительную ткань, это называется фиброз. И не только на соединительную ткань, но еще и на жировую, кстати. То есть что происходит? Если у человека несколько лет лимфатический отек, то часть жидкости, а мы помним, там много вот этого токсичного белка, который нам не нужен. Если организм не может что-то для него вредное удалить любыми способами, если оно остается на месте, то он какую вещь предпринимает? Он пытается как-то отгородить это вредное от всего остального организма. Как? Туда приходят клетки фибробласты и начинают застраивать коллагеновыми волокнами каждую молекулу белка. И, соответственно, плотность подкожно-жировой клетчатки увеличивается за счет вот этого фиброза. И часть разницы в объеме конечности это уже не жидкость, которую мы можем достаточно легко управлять, а, к сожалению, вот эта увеличенная толщина подкожно-жировой клетчатки. Где-то преимущественно больше за счет фиброза, то есть за счет соединительной ткани, а в местах склонных к нахождению там большого количества изначально жировых клеток, например, это бедра и плечи, там еще идет активное разрастание самых жировых клеток. Они начинают под воздействием вот этого хронического воспалительного процесса, связанного с лимфостазом, начинают делиться и увеличиваться в размерах именно за счет, то есть ткани увеличиваются в размерах за счет количества клеток. И как протекает лимфостаз, лимфодема, то есть так как это заболевание, у него есть стадии. Нулевая стадия это такая стадия, когда на самом деле никто не может сказать человеку, что у него есть лимфодема, а если специально не делать какие-то контрастные обследования лимфатической системы, потому что еще никаких изменений внешних нет, и он просто к врачу не пойдет на этой стадии. То есть лимфатическую систему уже повредили, удалили лимфатические узлы, облучили, но жидкость еще не накопилась в таком количестве, чтобы начинать раздвигать кожу, чтобы именно объемы начали увеличиваться. Почему эта стадия вообще есть и выделяется? Что происходит в ее момент? Жидкость уже накапливается, но она сначала, по первости, она пропитывает саму подкорн-жировую клетчатку. Можно сравнить вот этот наш слой подкорн-жировой клетчатки с губкой. Если мы возьмем стакан воды и выльем на губку для мытья посуды, она же не увеличится в размерах, она сначала будет эту жидкость впитывать. То же самое происходит при нулевой стадии лимфостаза. То есть сначала жидкость, она задерживается, но она пропитывает подкорн-жировую клетчатку без изменений размеров. И только потом, когда уже предел пропитывания пройден, уже будет жидкость накапливаться просто уже так, что будет увеличиваться окружность в размерах, раздвигаться кожа. И именно с этой нулевой стадией связано то, что лимфатический отек видимый, он начинает замечаться пациентом либо врачом не сразу после операции лучевой терапии чаще всего, а может быть и спустя год, и спустя два, и спустя три. Почему это важно знать? Потому что многие пациенты думают, например, вот после операции у меня идеальная рука, у меня идеальная нога, значит, меня пронесло мимо этой проблемы, можно продолжать вести жизнь обычную, без каких-либо ограничений предосторожностей, начинают так себя вести, и потом начинается лимфидема, провоцирует лимфидема. Нужно понимать, что риск развития лимфостаза после вот таких масштабных онкологических операций, он сохраняется вообще с человеком пожизненно, но самый высокий его такой вот диапазон это первые три года. То есть нет такого, что если первые два все хорошо, через два с половиной ничего не наступит. У каждого человека очень индивидуально устроена лимфатическая система, индивидуально остаются ее резервы, поэтому у кого-то вот эта нулевая стадия, то есть пока пропитывается подкожно-жировая клетчатка, она будет длиться три месяца, у другого год, у другого пять лет. Поэтому очень важно понимать, что ты находишься в группе риска и соблюдать отличные предосторожности, которые мы с вами позже обсудим. Есть дальше первая стадия, то есть у кого резервных возможностей поверхностно-лимфатической системы не хватило и жидкость уже накопилась в таком объеме, что она пропитала уже всю подкожно-жировую клетчатку, дальше она уже начинает раздвигать, грубо говоря, кожу, то есть рука, нога начинают увеличиваться в размерах. И по первости, то есть первой стадии, это только жидкость. Почему она называется обратимая? Это не значит, что можно выздороветь совсем, то есть излечиться от лимфидема в этой стадии. Это означает, что отек очень подвижный. То есть, например, дал больше нагрузки на руку, потаскал что-то тяжелое, например, или какое-то время на ногах постоял, если это с ногой связано, то есть без движения, а течет больше. Вроде немножко походил или поспал, с утра отека нету. Соответственно, он то есть, то нет, то он больше, то он меньше, он такой приходящий. И очень важным симптомом этой стадии является появление ямки. То есть, мы надавливаем на мягкие участки того места, где нам кажется, есть отек, и мы будем видеть образование такой выраженной ямки. И в пределах, насколько эта ямка продавливается, столько мы понимаем, вот столько у нас свободной жидкости. И, соответственно, есть с чем работать. Есть как ее убирать. Если к нам пациент обращается на первой стадии, то есть пока вся разница в его окружностях, это только жидкость. У нас это самая большая радость, потому что пока там только жидкость и нет фиброза, мы можем очень быстро и эффективно этот отек убрать. Если его не убирать, то лимфостат переходит во вторую стадию, которая называется уже самопроизвольно необратимой. То есть утром, вечером поднял руку, опустил, постоял, полежал. Отек есть все время. Да, он может быть больше-меньше, но он присутствует уже постоянно. И уже частично к этому моменту замещается жидкость на фиброзную ткань. То есть на этой стадии, естественно, обязательно нужно всю свободную жидкость убирать, но нужно понимать, что идеально одинаковыми конечности уже при консервативном лечении не будут. То есть часть разницы останется потому, что произошло утолщение подкожно-жировой клетчатки. Если человек на второй стадии к нам не попал, то уже переходит это все в третью, запущенную стадию. Называется еще слоновость, может быть, вы слышали, наверняка такие иногда передачи показывают по телевидению пациентами с огромными ногами, иногда и руками. Это когда лимфостаз не лечился много-много-много лет вообще и жидкость никак не контролировалась, замещалась все время на фиброз и в этот момент уже начинают меняться контуры конечностей, появляется большое количество осложнений, частые рожи, папилломатоз, различные инфекции и в том числе на нижних конечностях это могут быть даже язвы. Естественно, если мы берем человека на этой стадии, мы уже ему одинаково ручки-ножки не сделаем, но нужно понимать, что мы как минимум ему уберем большую разницу, которая есть за счет отека. Жидкости там тоже немало. То есть фактически консервативным лечением мы можем каждую стадию скатить назад, из третьей стадии перевести во вторую, а если у человека была вторая, перевести его в первую. То есть задача убрать всю свободную жидкость. Иногда на третьей стадии это бывает недостаточно, там большое количество фиброза, жира, тогда мы можем уже думать про различные пластические операции, чтобы избыток кожи убирать. Но поначалу очень долго работает все на консервативном, потому что нельзя делать операции на отечной конечности, она просто будет очень плохо заживать. Сначала убирается отек, то есть жидкостный компонент. И это показать, как выглядят сосуды при лимфедеме. То есть иллюстрация того, о чем мы с вами говорили, разные стадии. Нулевая стадия сосуд еще выглядит нормальным. Вторая стадия он расширен, он весь наполнен жидкостью, потому что выше по ходу блок, там были лимфатические узлы, теперь их нету. И бедный он пытается сокращаться, продавливать жидкость, а ему некуда ее продавливать. Он расширяется в размерах, в нем повышается давление. А мы помним, на что запускается сокращение, на повышение давления. Он начинает сокращаться часто-часто, насколько может, а вести лимфу все равно некуда, лимфатических узлов нету. И с ним происходит то, что будет происходить с любой мышцей, которую начинают напрягать 24 на 7. Происходит увеличение мышечного слоя, но растет он внутрь, и за счет этого просвет сосуда сужается, то есть происходит гипертрофия. То есть, например, механизм увеличения сердечной мышцы при долгой гипертонической болезни, гипертрофия миокарда называется. Здесь то же самое, но через какое-то время и это уже никак не работает, и мышцы уже не могут сокращаться, потому что давление слишком большое в сосудах, а когда какая-то мышца не работает, она замещается на соединительную ткань. То есть сосуды превращаются просто в фиброз, склероз, и это просто трубка, но сама она уже ничего, никуда не транспортирует, она никак не может сократиться. И это уже к концу второй, третьей стадии лимфодема происходит, поэтому мы должны понимать, что если мы будем разбирать какие-то волшебные операции по пересадке лимфоузлов или лимфовенулярной анастомозы, недостаточно просто куда-то пересадить лимфоузел, мы должны понимать, что до него сосуды могут довести жидкость, а если они все уже превратились в клеворатические трубки, то лимфатический пересаженный узел никогда не заработает так, как мы хотим. И, конечно же, такие операции, они никуда не уберут наросший фиброз, то есть весь избыток новой жировой клетчатки и соединительной ткани такие операции не уберут, то есть можно просто удалять, например, липосакции. Но если будут вопросы, подробно уже оперативные методики разберем. Итак, то есть я рассказала, как оно плохо может быть, если оно начнется, но не у всех же начинается. А если начинается, то что делать? Что делать, чтобы не началось? Давайте вот эти вопросы разберем. То есть в первую очередь профилактика. Это касается вообще всех, у кого было оркологическое лечение с удалением лимфатических узлов и лучевой терапии последующей. Даже если лучевой терапии не было, а было только удаление лимфатических узлов около 10-15% риска остается, что лимфостаз будет. У кого было комбинировано, того риск больше. Так когда должна начинаться профилактика, из чего она должна состоять? То есть как постараться попасть в те проценты, у кого лимфостаз не разовьется? Начинать профилактику желательно на стадии онкологического лечения. То есть никогда оно уже завершено, а можно даже первые пункты начинать выполнять до того, как лечение происходит. Как минимум, мы будем с вами разбирать, как минимум замерить руки и ноги, пока они одинаковые, в смысле не одинаковые, как сказать, пока они здоровы, пока в них точно нет лимфостаза, связанного с онкологическим заболеванием. Тогда у нас будет уже тот вариант нормы, с которым мы дальше будем сравнивать наши размеры и поймем, увеличивается рука или нога в размерах или нет. И желательно, опять же, пока у нас есть нормальный размер конечности, в этот момент уже заботиться подбором правильного размера компрессионного трикотажа, который мы будем использовать для лечения. Ну и информацию тоже потихоньку осваивать, чем раньше, тем лучше, потому что, когда уже и онкологическое лечение будет происходить, там будет очень много рекомендаций, информации, протоколов, и, соответственно, чем, если это все одновременно свалится на человека, он точно что-то сможет упустить. Если потихоньку начать к этому морально готовиться, то уже какие-то рекомендации в голове останутся. Конечно же, при выписке мы тоже, да, и после того, как произошло онкологическое лечение, мы эти рекомендации все пациенту выдаем. По-хорошему, это нужно выдавать человеку, у которого не случился лимфатический отек, а именно для того, чтобы он не случился, то есть пока еще проблемы нет. Если же, опять же, обращается человек с уже подозрением на лимфедему, то здесь онколог, он должен же отправить к профильному специалисту, к лимфологу, потому что, конечно же, онкологи занимаются основной своей работой и тратить драгоценное время на то, чтобы все лимфологические вопросы разбирать, для этого есть, как говорится, специальные обученные люди. Про лимфоангиосаркомы как осложнение, если останется время, мы попозже потом поговорим. Давайте теперь разберем вопросы профилактики, что нужно делать абсолютно всем пациентам, чтобы сводить риск к минимуму развития лимфостата. Давайте разберем, какие основные пункты профилактики после того, как произошло онкологическое лечение. Очень важным является пункт про компрессионный трикотаж. И как раз очень многие вопросы у пациентов связаны с тем, какой он должен быть, когда его нужно носить. Давайте сразу здесь эти моменты обсудим. Компрессионный трикотаж для профилактики достаточен самый простой, так называемая круглая вязка. Я чуть позже покажу, в чем разница. между круглой и плоской вязкой. Это стандартный трикотаж, который можно найти в ортопедических салонах. И если мы говорим про руку, то для профилактики нам достаточно простого рукава, который начинается на уровне запястья и заканчивается просто подмышкой. Нам не нужны какие-то специальные крепления на плечо, какие-то полоски ткани через грудную клетку. Почему? Потому что если мы будем перетягивать вот это место какими-то специальными креплениями, то мы как раз будем давить на основной путь поверхностной лимфатической системы, которая находит сейчас нам обходные вот эти все пути по распределению лимфы. Поэтому достаточно самого простого рукава. Некоторые пациенты говорят, а если он здесь передавит, что от этого хорошего? так и смысл правильно подобранного трикотажа, чтобы он нигде ничего не передавливал. То есть резинка, которая вот здесь заканчивается на уровне подмышки, вот этот вот размер, который снимают с вас в салоне, он должен четко подходить под те параметры размера трикотажа, которые вам продают. То есть не должно быть такого, что у вас по размерам например 26, а вам дают на 24. Конечно, тогда он передавит. Если подобрано все правильно, то и передавливать он ничего не будет. Следующий момент, самый такой важный, наверное, какой должен быть класс компрессии у трикотажа? Класс компрессии это давление в миллиметрах штутного столба. Бывает первый класс компрессии, это 23, 32 примерно миллиметра штутного столба, бывает второй, ой, прошу прощения, первый у нас 18, 23, второй 23, 32 и выше. В основном со вторым работаю. Для профилактики нам подходит вот этот самый маленький компрессионный класс, то есть 18, 23 миллиметров штутного столба. Но если у нас раньше никаких проблем с отеком этой руки не было, то есть если, например, человек озаботился покупкой трикотажа уже после операции, и он уже знает примерно, как у него рука себя вела, если не было сразу послеоперационного отека, который перешел на руку, если достаточно быстро остановилось выделение жидкости в послеоперационной области, то есть мы знаем, что очень часто приходится оттуда периодически дренировать жидкость, кому-то сприцом, например, месяц и больше удаляют жидкость. Вот если эта история не была долго и завершилась быстро, это меньше риск дальнейшего развития лимфостаза, поэтому в этом случае мы тоже можем останавливаться на первом классе компрессии. Кому нужен второй класс компрессии для профилактики? У тех, у кого, соответственно, было по-другому, у кого был выраженный отек области лопатки, передней грудной клетки с переходом на плечевой сустав после операции, либо лучевой терапии, например, если человек совсем поздно озаботился этим моментом. Если он уже говорит, у меня были какие-то увеличения руки, она потом опять уменьшилась, вот сейчас вроде она одинаковая, но он замечал, что уже были скачки в размерах, тогда лучше работать со вторым классом компрессии. Еще раз я говорила, что это достаточно рукава до сюда, но когда мы надеваем рукав до запястья, нужно всегда смотреть на состояние кисти, потому что иногда придется докупать такую полуперчатку, чтобы прикрывать кисть. Сразу ее надевать не обязательно, потому что отек, как правило, если мы буквально сразу же после операции на человека надеваем трикотаж, он просто до кисти не успеет спуститься. То есть сначала при удалении какой-то группы лимфатических узлов основная проблема возникает в самых ближайших максимальных участках. То есть сначала жидкость начинает накапливаться в области плеча, потом предплечья, потом уже в кисть. В области плеча почти никто не замечает, потому что плюс один сантиметр в плече, если ты сам не замеряешь линейкой, на глаз определить невозможно. И, соответственно, жировой клетчатки замечают обычно отек когда? Когда он на предплечья уже спустился или уж тем более на кисть. Поэтому если человек говорит, у нас у меня не было постоянного отека, но было какое-то периодическое, и вот вы на него надеваете трикотаж и видите, что у него на фоне ношения рукава, или он сам видит, начинает отекать кисть, это означает, что у него отек под кожей жировой клетчатки в нулевой стадии уже присутствовал из-за того, что теперь есть нарушение в градиенте давления, то есть здесь давление есть, а здесь давления нет, жидкость к рукавам начинает выдавливаться в кисть. В этом случае мы, конечно, кисть должны прикрывать. То есть если есть хотя бы любая история отека кисти или его появления, ношения одного рукава никогда не является достаточным. Мы всегда должны закрывать кисть. А если отек переходит на пальцы, то это должна быть не полуперчатка, а полноценная перчатка. Соответственно, когда мы говорим про профилактику, мы должны отвечать на вопрос также пациенту, а как часто ему носить этот трикотаж? Ну, если человек абсолютно молодой, здоровый, активный, красивый, если еще и девушка, ей сложно сказать, вы знаете, вам надо носить профилактический трикотаж в течение всего периода бодрствования, всю вашу оставшуюся жизнь, потому что у нее же все нормально, у нее же здоровые одинаковые руки, это практически психологически невозможно и, наверное, не всегда нужно. Это такой вариант максимума, то есть носить течение бодрствования, но, естественно, есть вариант минимум, по которому мы в основном и работаем. То есть мы что говорим пациенту, если у вас никаких проблем с отеком не было, если у вас действительно одинаковые руки будут на постоянном протяжении времени, то вы можете носить трикотаж в такие моменты, когда нагрузка на лимфатическую систему самая выраженная. Это когда? Это когда усиливается кровоток, либо когда меняются условия давления в сосудах. Например, что это может быть? Это любая физическая нагрузка. Мы понимаем, когда мы двигаемся активно и у нас усиливается кровоток. Мы помним, чем больше пришло куда-то крови, тем больше отфильтровалось жидкости. А чем больше отфильтровалось межклеточное пространство жидкости, тем больше уже в реальном измерении будут те 10%, которые лягут на лимфатическую систему, чтобы выводить. Поэтому любая физическая нагрузка должна быть прикрыта компрессионным трикотажем. Еще раз, для профилактики самым простым компрессионным трикотажем круглой вязки первого класса компрессии. Что подразумевать по физнагрузке? Наши российские женщины считают, что физнагрузка это, видимо, только тяжелый спорт, потому что надевают трикотаж в спортивный зал, на пробежки, на занятия скандинавской ходьбой. А физическая нагрузка это не только спорт, это еще и вся бытовая нагрузка. Поэтому, если вы собрались помыть полы, если вы собрались, естественно, поработать на даче, покопаться в грядках, и даже, на самом деле, потаскать какие-то пакеты чажести, это все физическая нагрузка. Поэтому, пожалуйста, это обязательно должно прикрываться компрессионным трикотажем, чтобы как раз вот этот риск дополнительного притока фильтрации жидкости убрать. Второй момент, когда профилактический трикотаж должен быть на пациенте с риском лимфостаза. Это жара. Кажется, по логике, как так, жарко, я что-то надену, и мне будет еще жарче, еще хуже. Здесь работает эта история по-другому. Мы должны понимать, что когда действительно жарко, организм пытается себя обезопасить от перегрева. Как он это делает? Как он регулирует температуру тела? Он пытается избавиться от излишек тепла, и эти излишки тепла удаляются таким образом, что все артериальные капилляры, они расширяются, и за счет этого идет большая теплоотдача. Но мы знаем, что чем шире артериальный капилляр, тем больше в нем становится физически больше отверстий, тем больше начинают выделяться жидкости. Даже здоровые люди, когда действительно жарко, они могут особенно на нижних конечностях подотекать. А что уж говорить про человека, у которого и так есть риски недовыведения жидкости. Если носить на жаре трикотаж совсем тяжело, живешь, например, в жарком климате, там все лето жарко, или поехал в отпуск, невыносимо, например, 8 часов в день жары проносить трикотаж, тогда носите, пожалуйста, хотя бы промежутками. Например, час ношу, час не ношу, или 2 часа ношу, 2 часа не ношу, чтобы те какие-то нехорошие процессы, которые могли произойти, пока трикотажа на вас не было из-за жары, они бы быстренько нивелировались, уходили, пока трикотаж на вас. И третий момент, когда профилактический трикотаж обязательно должен быть на человеке, это перелеты. Если вы возьмете такую мягкую пластиковую бутылку с водой в самолет, вы увидите, что с ней начинает там происходить. Сначала она очень сильно пытается раздуться, особенно на пакетах с чипсами видно, а при посадке наоборот очень сильно пытается сдуться. И вот эти вот явления в замкнутых пространствах с жидкостями в том числе, они происходят и внутри нашего тела. Плюс второй фактор диска при перелетах это обездвиженность. Мы не включаем мышечную помпу. И вот эти истории с изменением давления и отсутствием движения, они очень часто являются пациентом, если уже потом историю заболевания спрашивать, очень у многих это являлось началом лимфостаза. То есть все было хорошо, вышел из самолета, огромная рука или огромная нога. Поэтому очень важно прикрывать перелеты компрессионным трикотажем и не забывать двигать конечностями, встать лишний раз, походить или как минимум поделать легкие упражнения сидя даже на кресле, носочки на себя, потом пяточки наверх поднять, хотя бы это. Если мы говорим про нижнюю конечность, профилактический трикотаж, то здесь чаще всего достаточно компрессионных чулок. Почему не гольфов? Потому что еще раз, проблемы начинают формироваться в ближайших участках конечности к удаленным лимфатическим узлам. Удаляют узлы в области малого таза, поэтому первые начнут реагировать бедра, поэтому гольфы не являются для нас выбором компрессионного трикотажа, если были гинекологические виды рака. Поэтому мы останавливаемся на чулочках. В некоторых случаях, когда уже мы можем ожидать, если даже в послеоперационном периоде были выражены отеки лобка, ягоди, с нижней части живота, можно сразу на колготки переходить. Их надевать тяжелее, поэтому если таких проблем не было по брюшной стенке и лобку, то можно ограничиться чулками. Про трикотаж надеюсь понятно, если будут вопросы, обязательно в конце спрашивайте. Что про него еще очень важно знать, как за ним ухаживать? Его обязательно нужно стирать каждый день. Поносил и на ночь постирал. Даже если поносил часа три, лучше все равно постирать. Почему? Потому что от теплотела, от смазки, которую наша кожа выделяет, жир, пот, трикотаж растягивается пока на нас. И если его несколько раз не стирать, он такой растянутый останется. От контакта с водой компрессионный трикотаж он снова садится и становится того давления, с которым мы его покупали. Но стирка очень важна, должна быть только ручная. И мягкое мыло, например, детское жидкое мыло можно использовать. Ни в коем случае его нельзя как-то очень сильно тереть, и при выжимании его нельзя скручивать, его можно пожамкать. Если он от этого не высыхает, особенно в таких регионах, как Санкт-Петербург, где вообще очень сложно чему-то высохнуть без дополнительной помощи, мы должны его попробовать подсушить еще следующими путями. Завернуть после того, как мы его просто пожамкали в полотенце и еще пожамкали. А если этого не хватает, если заметили, за ночь не высох, то после первого полотенца завернуть во второе полотенце и по нему походить. Это уже такой лайфхак от пациентов, которые пытались по-разному делать эту сушку быстрее. Вот масса тела, давление этой массы тела на полотенце с трикотажем помогает удалить большую часть воды и дальше он уже высыхает быстрее. Его можно также, особенно в зимний отопительный сезон, сушить рядом с батареей, положить на стул и стул придвинуть к батареи. Нельзя сушить на батареи, то есть горячие источники тепла очень быстро разрушат компрессионный материал. А рядом с батареей можно или на сушилку повесить, а сушилку поставить трикотаж нельзя вешать, например, за прищепку или перевешивать через какую-то веревку, он не должен вытягиваться, поэтому вся сушка только в горизонтальном положении. И экстренные методы сушки, такие как микроволновка и фен, мы не используем. Вроде звучит смешно, но я каждый раз про это говорю, потому что время от времени трикотаж не высох, а надо идти на работу, и пациенты периодически пытаются его вот так посушить, но это все сразу заканчивается тем, что трикотаж больше как трикотаж не работает. Про трикотаж профилактический, наверное, пока все, если будут вопросы, спрашивайте, мы перейдем к дальнейшим пунктам профилактики. Помните, я очень внимательно остановилась на работе мышечной пумпы, то есть на движении, и нам эти движения обязательно нужно включать в нашу ежедневную деятельность и для профилактики лимфостаза. То есть мы должны делать как минимум лечебную физкультуру, не курсом, не знаю, 10 дней походил в поликлинику и все, а пожизненно, ну кроме того, что это вообще для здоровья всего полезно, движение, это жизнь. Мы должны понимать, что именно вот этот механизм мышечной пумпы, он нам будет помогать отводить то, что не вывелось по самим сосудикам самостоятельно. Но еще раз подчеркиваю, и в презентации написано, любая физическая нагрузка, включая лечебную физкультуру, должна выполняться в компрессионном трикотаже. Какая это может быть нагрузка? Давайте разберем. Помните, я уже говорила, что нам нужны движения, которые сопровождаются то с сокращением мышцы, то с расслаблением, то есть динамическое. Помимо обычных упражнений ЛФК, которые можно найти и у специалистов по лечебной физкультуре, и у лимфологов на их каналах в интернете, но только чтобы это были проверенные люди, то есть абы какая лечебная физкультура не подойдет. То есть человек, который вам дает комплекс, должен знать, какому пациенту дает. Помимо лечебной физкультуры, мы чем еще можем заниматься? Тем, что сопровождается вот этой динамикой. То есть, например, если пошли в тренажерный зал, там, например, есть элипсоид, то есть ходишь, или если нижние конечности, работаем. Групповые занятия, аэробика, фитнес, все отлично, все супер, все делаем, все нам очень даже подходит. Чего не стоит делать, это статики. То есть те упражнения, которые сопровождаются мышцу, сократил, а потом не расслабляется она, вот это уже будет для лимфатической системы в минус. То есть это будет увеличивать риск лимфостаза, даже если вы в трикотаже. Что такое статика? Самый простой пример, чтобы было понятно, это упражнение планка. То есть мы держим вес своего тела, и мышцы в этот момент все сокращены, они не работают, нажал, разжал, расслабился и сократил. И в этот момент они между собой сосуды все зажали, а новые жидкости не дают поступать. Поэтому такие упражнения, как планка, нам не полезны. И, соответственно, когда мы поднимаем какие-то веса, тоже, даже если мы этот вес продолжаем удерживать, даже когда его вниз опустили, например, берем тяжелую гантелю. Мы и вверх поднимаем мышцы напряжения, вниз опускаем, но для удержания этого веса у нас все мышцы в этот момент тоже сокращены. Поэтому с весами аккуратней. Если вы до истории с онкологией не были чемпионом по кроссфиту и каких-то серьезных весов не поднимали, не нужно идти это делать. То есть, если вы привыкли к какому-то определенному весу в спортзале, ваша мышечная система к этому если никогда у вас серьезных весовых нагрузок в тренажерном зале не было, не нужно пить рекорды, это будет минус. Как говорится, у нас подход какой? Если брать какие-то с утяжелением тренажеры, лучше меньше кирпичиков, но больше подхода. И, соответственно, чтобы были обязательно фазы расслабления, то есть, не удерживать мышцу в рабочем состоянии. Очень полезна скандинавская ходьба. Есть прекрасная методичка по скандинавской ходьбе, ее можно тоже найти по просторам интернета, можно найти инструкторов по скандинавской ходьбе. Не думайте только, пожалуйста, что это просто взять палки, ну, как лыжные, да, и держать эти палки без лыж идти. Это неправильный вариант, и пользы от него будет мало. Правильная скандинавская ходьба, ну, помимо, чтобы палки были правильного уровня, это вам уже инструктора подскажут, что нам важно понимать. Палка болтается на шлеечке, и когда мы ей отталкиваемся, мы полностью ее из руки отпускаем, а когда делаем уже заброс вперед, мы снова ее за рукоятку хватаем. То есть у нас идет постоянно вот этот механизм сжал-разжал, насосик, как мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Это помогает очень хорошо прокачивать лимфу, отлично. Если мы говорим про ноги, то вообще любая ходьба, хорошая, в быстром темпе, это такой же отличный мышечный насосик. Поэтому это всегда в плюс, это всегда поддерживаем. Но еще раз напоминаю, в компрессионном трикотаже. Отдельным пунктом я выделила одну из самых полезных физических нагрузок для лечения, для профилактики лимфостаза. Это бассейн, ну или если вообще обобщать, вода. Это вода, она обладает такими свойствами физическими, которые нам могут заменять, пока мы в ней находимся, трикотаж. То есть пока мы находимся в воде, на нас как будто надето два рукава. Естественно, воду трикотаж надевать не нужно, но как только мы вышли, поплавав, мы же кровоток разогнали, нужно сразу же надеть, помылись в душике и надели трикотаж. Если не умеем плавать, не проблема, можно заходить просто по шею делать лечебную физкультуру, но погруженной в некоторых реабилитационных клиниках есть даже специальные тренажеры, которые погружаются в воду, и ты делаешь те же упражнения, например, на велотренажере на беговой дорожке, но ты в воде в этот момент. Это очень полезно. Соответственно, какая должна быть вода? Единственное к ней требование, чтобы нормальная была она температура, ну и санитарно чистая, чтобы не вызывала у человеку аллергию. Что такое нормальная температура? Мы не должны, естественно, к переохлаждению себя приводить. Для каждого этот порог свой, но в среднем температура 27-28, она хорошо переносится всеми. Вода выше 30-32 градусов для нас уже будет фактором перегревания и усиления кровотока, и это нам уже не в плюс. Ну, стандартные бассейны это 27-28, в открытая вода редко прогревается больше 30 тоже. То есть, это нормальный такой привычный диапазон. Единственный момент с открытой водой следующий, мы сейчас его разберем, когда будем говорить о коже. Вода прекрасна, она наш друг, а вот солнце наш враг. То есть, нужно придумывать, каким образом защищать кожу от солнечного излучения, когда мы находимся в воде, тогда можно плавать хоть по два часа, то есть, ограничений тут нет. Ну, конечно, с открытыми ранами не нужно идти с каким-то раздражениями кожи плавать, а если цельные кожные покровы, то это отличный способ профилактики и лечения лимфостаза в комплексе. То есть, не должен быть только одним вариантом, то есть, что-то еще, да, еще делать. Следующий момент, чрезвычайно важный. Как отследить, началась лимфедема или нет? Не будешь же каждую неделю ходить врачу свои руки или ноги показывать? Есть один универсальный способ. Для этого нужно иметь рулетку или партняжный метр. Это введение дневничка измерений. Пожалуйста, если, да, сейчас слушайте, сфотографируйте слайд, вот этот вот, это для руки, я назову также для ноги. То есть, места, где нужно снимать мерки, как их нужно снимать. Если мы говорим про руку, нам нужно запястье, нам нужна точка, которая будет находиться, вот у меня локоть, я сгибаю руку, где-то локтевой сгиб. От локтевого сгиба мы отмеряем 6 сантиметров ниже, и в этом месте мы замеряем окружность предплечья. И плечо мы от того же локтевого сгиба отмеряем 9 сантиметров вверх, это наша точка для измерения окружности плеча. То есть, три мерки на руке хотя бы, они нам нужны. Что мы делаем? Очень важно, нам недостаточно только на руке со стороны риска или уже со стороны отека замерять. Нам обязательно нужно замерять и другую руку, то есть, и правую, и левую, и записывать все цифры в тетрадку. Не нужно делать эти замеры каждый день, чтобы не циклиться достаточно 2-3 раза в неделю, чтобы понимать общую динамику. Как дневничок пациентов с артериальной гипертонией, так в нашем случае дневничок с замерами размеров руки или ноги. по ноге чуть позже скажу какие точки. Итак, мы берем, замерили все на правой руке, замерили все на левой руке, записали. И вот эти мерки мы делаем постоянно, хотя бы пару раз в неделю. Потому что если вдруг что-то пойдет отклоняться, мы вовремя это заметим. Как я уже сказала, сначала проблемы, как правило, начинаются с плеча. И там редко, люди даже 2 сантиметра редко замечают разницу, особенно у тех, у кого есть повышенный вес. Если же мы начинаем себя замерять, мы уже этот момент не пропустим. То есть увеличилась рука в пределах сантиметра, разница между руками это очень важно, значит это повод идти к лимфологу и спрашивать действительно ли начинается лимфостаз, что делать и так далее. Почему еще раз нужно замерять обе ручки? Дело в том, что если мы будем по какой-то причине набирать вес, многие находятся на гормонотерапии, уходят в малоактивный образ жизни в связи с коронавирусными этими всеми делами. Если человек набирает вес, у него увеличатся обе руки, но если у него нет отека, то разница между руками не увеличится. Если мы бы замеряли только одну руку, мы бы увидели, ой, она больше стала, решили бы, что это отек, это не отек. И то же самое в меньшую сторону. Человек сбросил вес, уменьшится в размерах обе руки. А вот если только одна рука относительно другой меняется, то есть разница между руками меняется, это точно что-то связано с отеком, либо его возникновение, либо какие-то с ним процессы у тех, у кого он уже есть, связаны с какими-то факторами. И вы можете сами даже рассчитать, а на что у меня увеличилась рука. Например, вчера бокал вина выпил, а сегодня вдруг плюс 0,5 сантиметра. Уже помечаешь, поменьше алкоголя надо. Ну, к этому перейдем в разделе о питании и питьевом режиме. Итак, значит, я повторю еще раз основные правила замеров. Первое, две руки. Второе, четкие одни и те же точки. Третье, одно и то же время. Если мы выбрали утро, всегда утро. Если вечер, всегда вечер. И желательно, чтобы человек, который снимает мерки, тоже был бы одним и тем же. Сами себе снимаете, значит, сами себе снимаете. Ваш муж или дочка, любой другой родственник желательно, чтобы был одним и тем же человеком. То есть, чем более одинаковые условия, тем достовернее результат. И что еще важно, хотела на вот этих картинках показать, как правильно снимать окружность. Это называется по контуру тела. То есть, мы не пытаемся этой линейкой как-то удавить окружность. Просто по коже. Обратите внимание, где идет контур руки на фоне леопардовой ткани, никак контур не меняется, когда лежит на нем белая полосочка линейки. Вот я сейчас покажу вот эту картинку. Здесь, видите, контур меняется. То есть, здесь небольшая, но утяжка. Это уже неверно. Мы здесь уже не получим реальный результат. То есть, это будет ошибка и доверять таким замерам нельзя. То есть, четко по коже. Как следить за состоянием кистей? Здесь мерки не дают, пока совсем не происходит сильный отек точного результата. Гораздо раньше можно заметить, если правильно за кистями наблюдать. На что мы обращаем внимание? Мы собираем вот так вот складочку на тыле кисти и сравниваем ее со складочкой на другой руке. Кожа должна легко собираться в складку, и эта складка должна быть одинакова с обеих сторон. И то же самое на фалангах пальцев. Как правило, говорят про максимальную фалангу второго пальца, но я рекомендую это делать на всех, потому что в моей практике бывали случаи, когда отек на пальце начинался не с указательного, а, например, с безымянного. Поэтому проверяйте все складочки. Одинаковые, легко собираются, все хорошо с двух сторон, значит, никаких там процессов не происходит. И еще как наблюдать за кистью, должно быть хорошо видно все рельефы. То есть, если мы смотрим, мы видим, есть косточка, а есть между косточками ямочка, есть следы от сухожилий и вены, в том числе со стороны внутренней части запястья, морщинки. Это все, естественно, это то, что мы должны находить на кисти. Если начнет тот самый момент отека проходить, когда начнет накапливаться жидкость, эта жидкость начнет сглаживать все эти анатомические контуры, и нам ничего из этого заметно не будет. Поэтому обращайте внимание. Почему нужно за кистью очень сильно следить? Потому что, опять же, если в вашем варианте выносите только рука, важно не пропустить, что мы не стали выдавливать отек на кисть. Тогда ее срочно нужно будет прикрывать полуперчаткой или перчаткой. Что еще мы должны знать про профилактику? Чего нам нельзя, вернее, даже, как правильно сказать, нельзя, наверное, нехорошо говорить пациентам, и все равно им предоставляем возможность выбирать. Мы должны сказать, что будет усиливать риск развития лимфостаза, что будет увеличивать нагрузку на лимфатическую систему. Это все возможные горячие процедуры, то есть это сауны, горячие джакузи, бани, нагревания себя на солнце. Мы еще даже про ультрафиолетные говорим, именно вот жара, тепло. Поэтому стараемся, конечно, вот такие мероприятия исключать. Как жара, так и холод. Сильный холод нам тоже плох. В каком смысле? Если, например, мы забыли перчатки дома и пошли зимой на улицу, руки замерзнут, а когда придем домой, они начнут согреваться. Мы все знаем, как это выглядит. Они резко покраснеют, а что значит покраснеть? Значит, там увеличился приток крови, и это может быть триггером для развития лимфостаза. Поэтому в зимний период времени на ручках желательно, чтобы были даже не перчатки, а варюшки, а на ножках, если риск лимфостаза теплая обувь либо носочки, чтобы эти конечности не мерзли. И достаточно частая рекомендация, мы, естественно, не должны нарочно как-то вредить дальше руке, то есть сдавливать сосуды, приносить дополнительные травмы этой руке. Поэтому стараемся избегать измерения давления на этой руке, инъекции, забор крови, капельницы, то есть по возможности, если нет прям очень жестких медицинских показаний, эту конечность для медицинских манипуляций не давать. Для ноги понятно, что не актуален чаще всего все-таки забор крови, но актуально, что бывают внутримышечные инъекции, поэтому стараемся тогда, как говорится, это полупопия не давать для уколов, а давать другое. Дальше это как раз по поводу кожи. Я сейчас перейду сразу на более подробный слайд, то, чему мы посвящали прошлую лекцию, но я тихонечко тут пробегусь. Очень важно увлажнять и питать кожу в профилактических целях, даже если лимфостаз не начался. То есть что будет происходить? Если там нарушается нормальный процесс выведения жидкости, вот этой вот вредной условно говоря, у нас кожа уже даже по своему обмену веществ будет страдать, ее питательная функция будет не настолько хорошо выражена, уж тем более если отек начнет появляться. Плюс, если мы выполняем рекомендацию ношения трикотажа, трикотаж так плотно облегает кожу, что будет на себя забирать кожные салы, то есть кожа себя не будет допитывать самостоятельно, и мы должны это делать извне. в идеале каждый день пользоваться питательными увлажняющими кремами, это может быть все, что вам нравится, то есть те предпочтения, которые у вас уже сложились, то что кожа тоже у всех разная, как и лимфатическая система, кто-то любит более такую легкую текстуру, кто-то более жирную, поэтому и детский крем можно, и, например, кокосовое масло тем, кто любит, и аптечные серии, есть шикарная серия у Ля Роши Поза и Авен, очень хорошие фирмы, это аптечная косметика, и, соответственно, она дерматологически проверена и подходит практически всем, потому что чаще всего ее и для топических дерматитов рекомендуют, то есть если хочется совсем на такой уровень правильный выходить, то, конечно, должна быть аптечная косметика. Наносить крем от кончиков пальцев до плеча, если мы про ножки говорим, опять же, от кончиков пальчиков до паха. Почему это очень важно? Ну, кроме того, чтобы просто коже было хорошо, она у нас, если начнет иметь склонность к сухости и шелушению, она может получить склонность к потрескиванию, а через трещины мы имеем риск занести инфекцию, это следующий будет важный момент, поэтому кожа должна сохранять свою эластичность, и хорошую структуру, поэтому, пожалуйста, за ней ухаживайте. Если вдруг начинается гиперкератоз, то есть это повышенная кожная сухость, такая жесткость образования чешуек, если так вот объяснять эластичным языком, а шелушится прям сильно, огрубевает, можно использовать крема с 10-процентной мочевиной. Это, например, если вы про аптечную сеть говорите, молиум, когда-нибудь, может быть, откроется за границей, там есть очень хорошая линейка Себомед, там не только для ног косметика, потому что чаще всего, если у нас спрашивать, что есть мочевины, будут давать что-то для пяточек, а нам нужно всю конечность мазать, ну или как минимум ее какой-то сегмент, вот есть лосьоны с мочевиной, крема с мочевиной и есть, например, эмолент, и вот эмолиум тоже подходит. Следующий момент ухода за кожей это профилактика рожи. Очень важно и буду всегда делать на этом акцент, потому что, опять же, пациентки, у кого еще и проблем никаких нету, очень часто забывают и начинают этой рукой делать все то же самое, что и раньше, соответственно, ее повреждать. Да, особенно мы женщины, мы все время чем-то заняты, мы и салатики режем, и миксер чистим с его большими лезвиями от каких-то кусочков фруктов, овощей, и на грядке надо покопаться с инструментами, и куст розовый с его шипами там тоже обработать. Вот все эти мелкие какие-то царапинки, порезики, которые для здоровой руки, вне группы риска, иногда мы даже не обращаем на них внимания, настолько они маленькие, даже забываем обрабатывать. Для руки со стороны риска или для ноги со стороны риска все вот эти мелкие рамки, это запросто они могут стать воротами для инфекции рожа. Мы ее боимся, почему? Потому что у человека, когда нету лимфатических узлов, мы разбирали, это в том числе органы иммунной системы, вовремя иммунный ответ, то есть прийти клетки, которые бы атаковали попадающие через этот дефект кожные микропы, они просто не успеют. И, соответственно, у человека может развиться эта инфекция, эта системная инфекция, она будет сопровождаться не просто, что рука или нога покраснеют и горячими станут и болеть будут. Общая реакция организма будет, высокая температура, ломота в теле, как будто грипп начинается, ну вот и явление наконечности. Для нас это чем плохо, ну кроме того, что любая инфекция так как процесс воспалительный развивается как раз подкожно-жировой клетчатки, каждый эпизод рожи будет повреждать еще больше лимфатических сосудиков и капиллярчиков. И чем больше этих рож было, тем меньше осталось резервов у лимфатической системы, то есть лимфетема будет прогрессировать, а у тех, у кого ее не было после рожи, чаще всего начнется. Поэтому наша задача, чтобы она не случилась. Поэтому бытовая вся вот работа такая, что в саду, что по дому, уборки всевозможные, щетки, чистка рыбы и прочее в перчатках, не ленитесь, надевайте сейчас большое разнообразие по цветам и материалам, то есть чтобы кожа не повреждалась. Но помимо бытовых таких ранок мы иногда наносим эти ранки ну не нарочно, но какими-то косметическими процедурами. Поэтому обращайте внимание на то, как будут делаться маникюр и педикюр, то есть старайтесь, если сам ноготь можно обрезать ножницами, то кутикулу, какие-то заущенчики не отщипывать до крови, а желательно удалять аппаратным методом. Также момент удаления волос, особенно для ног это актуально. Если пользоваться станком, это сразу же большое количество мелких ранок, соответственно, им пользоваться нельзя. Чем можно удалять волосы? Самое безопасное с точки зрения лимфатического отека, это депиляционные крема, которые просто волосы разрушают, но при этом ничего не делают с кожей. Но проверьте всегда обязательно на аллергичность, потому что крема по своей структуре интенсивные, у некоторых женщин может возникнуть аллергия. Сначала данный локтевой сгиб на 10-15 минут, чуть-чуть крема нанесли, если катастрофы не произошло, можно пользоваться. Соответственно, такие методы, как станок, мы вообще убираем. Промежуточный метод лазерной эпиляции не очень хороша, потому что хотя она и внешних ран не формирует, это фактически тоже нагревание кожи, иногда до состояния ожога, что нам в плюс никак не идет. А если вдруг мы носим обувь, которая не очень удобна, и там образуется натертость, вы уже это знаете, то прежде чем надевать, заклейте все возможные места натертости пластырем. Если это новая обувь, лучше, если вы знаете свои слабые места, например, над ахилом, сухожилием, или выпирающая косточка большого пальца, лучше сразу профилактически наклейте туда пластырь, если мы говорим про риск нижней конечности. Если вдруг ранка все-таки случилась, неважно по каким причинам она произошла, пожалуйста, не ленитесь, всегда носите с собой маленькую бутылочку антисептика, лучше не спиртового, сейчас у всех спиртовые, чтобы с коронавирусом бороться, спиртовым также можно обрабатывать, просто от него, как уже все, наверное, выяснили, быстро сохнет кожа, сушится, и нам это не очень хорошо. На постоянной основе можно пользоваться не спиртовыми антисептиками, то есть это мирамистин, хоргексидин, биглюканат, окнонисеп, и если это хоть какая-то ссадинка, он быстро создаст корочку, которая как бы этот барьер создаст и ворота закроет. И следующий момент, это если уже также какой-то ожог или натертость произошла, но еще нету именно разрыва кожи, то есть травмы самой кожи, то чтобы быстрее вот такое раздражение прошло, можно пользоваться бипонтен кремом, очень хорошо помогает. Ну и наконец солнечное ОФ-излучение, то о чем мы говорили, оно нам вообще на тот пояс, где произошла операция, противопоказано. Например, удалили молочную железу с подмышечными узлами, мы не загораем всей верхней частью корпуса и руками. Если были операции по поводу гинекологических раков, то все, что ниже грудной клетки, не загорает. Это не значит, что нельзя ездить в отпуск, что нельзя быть на море. Можно но как мы там должны выглядеть. То есть просто надеть бикини, естественно, нет, это будет очень все плохо. Нужно надевать поверх бикини что-то, причем футболки тоже недостаточно, если проблема, например, с руками. Есть специальные костюмы для плавания, либо это может быть как бы майка с длинным рукавом для плавания, либо сразу слитный купальник с длинным рукавом. Сейчас на самом деле большое количество спортивных магазинов и даже магазина нижнего белья и купальников такие опции предлагают, выглядят эстетично, проблему сгорания во время плавания снимают. для нижних конечностей опять же вроде казалось бы ноги-то у нас в воде, ноги в воде, а попа часто торчит снаружи и очень сильно обгорает, включая верхнюю часть бедра. Это неправильно. Поэтому для нижних конечностей опять же шортики из такого же материала, как купальник, то есть покупаем. Когда мы находимся на пляже, желательно сверху купальника, платьица или на экскурсию пошли по жаре, сверху накинули белую тунику с длинным рукавом. Выглядит красиво и эстетично, но при этом защищает от солнечного излучения. Если мы про ноги говорим, то царапаны в пол или брючки белые также. Солнцезащитные крема ими пользоваться нужно и можно. Например, лицо мы в любом случае будем стараться кремами защищать. Заменять вместо одежды крем я не рекомендую, потому что он все-таки очень быстро будет стираться и за счет пота, и за счет контакта с полотенцем, с одеждой, с водой. Поэтому на те места, где можно накинуть одежду, лучше одежду. Те места, которые так или иначе все равно на солнце будут, используем крема. Лучше использовать 50 и выше, то есть меньше мало. Если будете границы границы откроются в странах, где изначально много солнца, у них в аптеке можно находить даже фактор SPF 100+. Это хорошая надежная защита. Если кожное раздражение на фоне солнечного излучения произошло, по несколько раз в день это место смазывайте кремом бипонтен, быстрее будет происходить заживление. Это что касается профилактических мероприятий, еще буквально пару слов, то что у нас там в конце было, но я не буду этот слайд включать. Очень важный момент, многие спрашивают про питание и питьевой режим. Давайте про это немножко поговорим. Бывают ли диеты для неофидема или полезные продукты? Это очень популярный вопрос, например, я не знаю откуда это пошло, из интернета или из каких-то телевизионных программ. Давайте мы почистим лимфу и будем для этого пить солодку. Понятия почистить лимфу не существует, она сама по себе очищается лимфатическими узлами и дополнительных каких-то воздействий для нее не нужно. Тем более мы должны понимать, что все, что поступает через пищеварительный тракт, в лимфу дойдет очень нескоро, и поэтому солодка к состоянию лимфатической системы не имеет никакого отношения. Солодка ее хорошо при кашле, пить, она хорошо как раз бронхиальное дерево будет помогать очищать, но никак не лимфу. Для лимфы нет каких-то специальных продуктов, которые надо есть и это будет помогать. Скорее есть то, что не нужно употреблять, чем не нужно увлекаться. Это обычные продукты, которые в принципе задерживают жидкость, они всем известны, и их гипертоникам лучше избегать. Это сильно соленые продукты, то есть избыток соли он всегда будет приводить к задержке жидкости, поэтому маринады, полуфабрикаты соленые, такие там как колбасы, сосиски и прочее, соленье, конечно, от этого лучше отказываться, ну, либо если очень хочется съедать, ну, совсем маленький кусочек, съел, попробовал, вкус почувствовал, но не порцию такой еды. и очень сильно сладкое, также как известный консервант, будет задерживать жидкость в организме, поэтому тоже не налегаем на сладкое. Самое важное, что нужно говорить про питание при лимфостазе, это взаимосвязь с лишним весом. Чем выше вес, тем хуже будет контролироваться отек, тем выше будет риск развития лимфедемы, чем меньше вес, тем, соответственно, нам проще контролировать лимфедему, меньше риск развития и так далее. Очень многих моих пациенток лимфостаз начался вместе, параллельно с набором веса, а в некоторых случаях, когда мы говорим, например, вообще не про онкологические истории, просто там ничего не было с онкологией, идеальные лимфатические узлы, но у человека вес 160, у таких людей будет лимфостаз нижних конечностей просто на фоне ожирения, как осложнение ожирения. Поэтому очень важно, чтобы питание было не каким-то особенным, а направленным на поддержание нормальной массы тела, ну, либо на ее снижение, если у человека избыточная масса тела. Поэтому если самостоятельно можем отрегулировать, в эту сторону работаем, если самостоятельно не получается, есть уже специальные специалисты, они называются диетологи, то есть с ними и эндокринологи иногда очень здесь еще нужно помощи со стороны эндокринологов, вместе с такой командой эти вопросы решаем. И вопрос относительно питьевого режима, напитков различных. Очень важно достаточно пить. Очень часто пациенты говорят, ну как же так, это же отек, чем больше пьешь, тем больше будет отек. Это неправильно. Здесь другая логика. Лимфа, еще раз, это не вода, это жидкость, богатая белком. Если мы себя начнем обезвоживать, получится, что у нас концентрация белка будет расти в меньшем объеме воды, то есть воды будет мало, а концентрация белка будет больше. Что это означает физически? Что лимфа, она будет более плотная, более тягучая, ей будет сложнее транспортироваться по лимфатической системе. Она должна быть, грубо говоря, разбавленной, поэтому очень важно пить достаточно, то есть среднее 30 миллилитров на килограмм веса, то есть хотя бы литр-полтора воды, если нет ограничений со стороны кардиолога или со стороны терапевта по почкам, например. То есть если эти органы в порядке, то мы должны пить достаточно, естественно, не за один раз, а в течение суток выпивать достаточно большой такой объем жидкости и не заменять эту жидкость чем-то еще, то есть чай, кофе немного выпивать можно, но плюс к этому все равно полтора литра воды. Что точно пить не нужно, это пакетированные соки и лимонады, у них такое огромное количество сахара, что пользу никакой части организма эти напитки не принесут. И естественно алкоголь, про него тоже стоит упомянуть, алкоголь будет усиливать лимфатические отеки, поэтому чем его меньше, тем лучше. Запрещать вообще у нас политика не будем, мы просто объясним, от чего лучше, от чего хуже, от алкоголя хуже. И собственно по профилактическим рекомендациям именно если у человека лимфостаза нету, мы обсудили вопросы, если лимфостаз начинается, несколько слов просто скажу, потому что очень часто вопросы бывают, что работает, что нет. Хирургические методы лечения, мы для этого можем потом отдельную лекцию сделать, их обсудить, лимфостаза. К сожалению, гарантированный результат, который не потребует никакого усилия для поддержания, практически никогда после хирургических операций не наступает. То есть чаще всего все равно человеку нужно в том или ином варианте продолжать носить компрессионный трикотаж. Консервативная терапия в виде лекарств очень популярный вопрос, очень часто мы видим в назначениях флебодия, детролекс, различные венотоники. Кто-то их и профилактически пить начинает, кто-то им пытается лечить лимфостаз. Еще раз, это венотоники, если они на что-то и влияют, то именно на тонус вен. И даже при венах мы не лечим хроническую венозную недостаточность, только венотониками мы что-то еще назначаем. венотоники, они симптоматику снимают, тяжесть в ногах, ощущение раздувания, иногда даже такую болезненность из-за тяжести, но они никак не влияют на отток по лимфе, от слова совсем. То есть если у человека есть отек, то уменьшить его, лимфатический отек, ни один венотоник не способен. Поэтому очень внимательно к этому относить. То есть если у вас уже есть проблемы с венами, например, варикозное расширение вен, или расширение вен гемороидально, и с этой точки зрения вам назначены венотоники, их можно применять. Но если ничего с венами нету, и при этом мы хотим венотониками добиться улучшения истории с лимфидемой, это бесполезно потраченные деньги, плюс нагрузка на печень. Плюс пить эти препараты нужно долго и большими курсами, а достоверных нормальных работ, которые бы нам, как врачам, работающим часто именно с онкологическими пациентами, которые и так принимают огромное количество препаратов, где печень испытывает большие перегрузки, вот сочетание, например, этих флавоноидов с любым из препаратов, назначаемых онкологией, просто не изучено, особенно на долгосрочной основе. Поэтому лишний раз печень лучше не нагружать. Пневмокомпрессия ни для профилактики, ни для лечения в острой фазе, то есть когда есть сильный отек, желательно ее не использовать, потому что она может приносить осложнения, которые сложно контролировать, то есть перемещение отека, более быстрое развитие фиброза. Если будет интересно разобрать на одной из следующих лекций именно подробно, мы с вами уже сделаем отдельную лекцию по лечению лимфостаза, и я подробно поговорю. Различные методы физиотерапии, магнитотерапия, электрофореза, прогревания и прочее. Мы должны здесь понимать, что то, что усиливает кровоснабжение, оно будет потенцировать риск отека. Поэтому если вам по каким-то, ну скажем так, физиотерапии, которая бы именно убирала нам отек, ее практически нету. Поэтому чаще всего, если вам назначают физиотерапию, назначают для чего-то другого, например, артроз сустава на той же конечности или боли в спине, если онколог вам разрешает с его точки зрения ту или иную физиотерапию, и нужно именно разобраться, можно ли со стороны лимфолога ее делать или нет, на область конечности и на область корпуса, которая к этой конечности относится, не нужно делать те виды физиотерапии, которые будут усиливать кровоток, которые будут повреждать кожные покровы или сопровождаться сильным сжатием, то есть механическим повреждением мелких лимфатических сосудов. Про что, например, я могу говорить? Есть популярный метод, он больше косметологический, LPG, когда складка зажимается между роликами и гонится дальше, вот это будет плохо для нас. Или, например, человеку назначают классический массаж, прямо на область, на грудную клетку, к примеру, и даже, например, онколог по какой-то причине это разрешает, потому что есть разные подходы. С точки зрения лимфологии давайте это размерем. Классический массаж – это всегда стимуляция кровотока, то есть если нормально сделали массаж, кожа красная для лимфологической истории – это что? Стимуляция большего количества жидкости, которое потом нужно выводить, то есть это риск усиления отека, уж тем более на конечности со стороны поражения, со стороны риска, мы тем более классические приемы, вот эти быстрые растирания, разминания не делаем, никакой лимфостаз такой массаж не уберет, а наоборот вызовет риск развития отека. Ну и если приводить пример, например, повреждение кожных покровов, иногда, опять же, люди говорят профилактика и лечение, вот пиявки, к примеру, или иглорефлексотерапия, вещи вообще очень хорошие, но только если бы не повреждались кожные покровы, то есть со стороны опять же корпуса и рискованной конечности, со стороны риска, мы этих мероприятий не делаем, то есть то, что повреждает кожные покровы, не делаем. Это так называемый треугольник безопасности. Столкнулись с новым методом и в уме его по этим трем вершинам прогнали. Если метод не усиливает кровоток, если он сильно не сдавливает кожу, и если он не повреждает кожные покровы, значит нам его можно. Назначили, например, аромотерапию, пожалуйста, можно провести, она проходит по всем этим пунктам. Вот. И мы уже в одной из следующих лекций, которую проведем, будем говорить про лечение, но сразу просто скажу, чтобы люди на что-то ориентировались, то есть как лечится лимфостаз классически, это комплексная физическая противотечная терапия. Она состоит из фазы удаления отека, то есть жидкостную часть отека мы должны убрать, и поддержать этот результат, то есть фаза поддержания и оптимизации результата. Плюс туда входит забота о коже и УФК, то, что мы с вами уже сегодня обсуждали. Подробно останавливаться не буду сегодня, это мы уже разберем в последующие разы, что такое правильный мануальный лимфодренажный массаж, что такое правильное пинтование пинтами низкой степени растяжимости, какие прокладки мы можем использовать, чтобы убирать отек, как бандаж должен выглядеть. И вот что хотела в последний момент показать, как раз разницу между круглой вязкой и плоской, потому что мы сегодня с вами говорили про профилактический трикотаж, это круглая вязка, то есть это так называемый чаще всего если привести пример, чаще люди сталкиваются с венозными так называемыми чулками, то есть чулки, которые носят для профилактики или когда уже есть какая-то венозная недостаточность, то есть такой эластичный растяжимый материал, который достаточно уже красиво современно выглядит, часто с красивыми резинками, что означает круговая вязка, каждый кусочек этого трикотажа, берем мы рукав или чулок, он имеет одинаковое количество петелек в любом участке, и на уровне, например, щиколотки, и на уровне бедра, количество петелек, для тех, кто шьет, будет понятно, одинаково, разница только в том, насколько сильное преднатяжение, насколько сами маленькие эти ниточки, то есть их сильно растянули, и эта петелечка будет как бы пытаться сократиться обратно, либо без натяжения они такие будут свободные, широкие и длинные, именно за счет этого регулируется давление, 100% давление в нижней части конечности, то есть в запястье или в щиколотке, а чем выше мы идем по ноге, тем меньше было натяжение ткани, тем меньше давление, то есть остается всего лишь 40% давления в верхних участках, и к чему приводит вот это изначально сильное натяжение трикотажа, к тому, что если, например, его разрезать, мы будем видеть, он стягивается, там же каждая петелечка, она же хочет дальше сокращаться, почему этот трикотаж не подходит для уже существующего отека, то есть для профилактики подходит, пока тургор, плотность соединительной ткани кожи, пока обычные, пока там нет жидкости, мы можем пользоваться этим трикотажем, но когда у нас есть уже лимфатический отек, вот так будет выглядеть круглая вязка на лимфатическом отеке, она будет пытаться передавить весь этот мягкий подкожный отек, будет большое количество перетяжек, это будет и в дальнейшем препятствовать току лимфы, и к тому же будет больно, и вот так это еще может выглядеть, а вот так выглядит плоская вязка, она создает плотный каркас, и таким образом у нас нету перетяжек, но при этом давление равномерно до самого верха идет достаточное, и отек удерживается, потому что нет никакого преднатяжения, для тех, кто шьет, объясняю, количество петелек будет разное, например, 300 петелек в щиколотке, 600 петелек в бедре, а их натяжение, их размер будет везде одинаковый, за счет этого мы можем сшить изделия, чаще всего они индивидуально шьются, именно такое, которое подходит конкретному пациенту, чтобы удерживать конкретно достигнутый в процессе лечения размер. Более подробно сегодня на этом останавливаться не буду, есть еще бандажная система, форореп и циркейт, которым мы в промежуточном варианте можем контролировать отек. Ну и, конечно, очень важно работать и на этапе профилактики, и на этапе лечения всегда в команде, то есть нам нужны и диагности, которые будут ставить диагноз лимфедема, про это тоже будем рассказывать в последующих лекциях, и кооперации, постоянная работа в сотрудничестве с другими специалистами, онкологами, психологами, ортопедами, диетологами, эндокринологами, неврологами, всеми, и постоянная кооперация между, соответственно, лимфотерапевтами, лимфофирургами, когда эта хирургия показана. Где можно больше узнавать информации по лимфостазу? Есть Ассоциация лимфологов России, которая много делает проектов, если там зарегистрироваться в личном кабинете, у вас будет доступ к проекту школ пациентов чисто по лимфостазу в записи, также на сайте выложены проект рекомендаций, который в дальнейшем будет утверждаться уже в Минздраве, также на сайте записи с конференций лимфологических, которые мы проводили с иностранными коллегами, и в скором времени, 6 марта, будет Всемирный день лимфедемы, и тоже обязательно Ассоциация что-то к этому дню подготовит, поэтому следите за обновлениями, всегда много информации. Это вот некоторые члены из этой ассоциации, включая меня, и мы стараемся, кто может как-то распространять информацию. У Ван Геннадьевича есть целая книжка «Как победить лимфедему», есть приложение для смартфона по поводу лимфостаза, вместе мы также часто пишем статьи для его журнала «Лимфа», там тоже огромное количество информации, журнал бесплатно по скачиванию, у него также есть канал «Лимфолог» и «Инстаграм-канал», и еще две «Инстаграм-ссылки», потому что в прошлой школе были вопросы, где искать информацию, Екатерина Кукушкина «Верни маму.ру» в «Инстаграме», и Демиха Марина Юрьевна, еще один у нас замечательный лимфолог из ассоциации, она также в Санкт-Петербурге работает, у нее тоже много полезной информации. И специалисты будут обучаться у нас в этом году, в 2021 году, в апреле, так вот выглядят наши курсы, так я к тому, что специалисты есть у нас в России, мы их стараемся учить, расширять географию, скоро будет еще больше, потому что только вместе, а не по отдельности, можно победить такую проблему, как лимфостаз. И, как пример, быстренько пробегусь, какие бывают результаты лечения. Все, что здесь вы видите, это только консервативное лечение, не было никаких оперативных способов удаления лимфостаза, это только вот те самые, как мы говорим, массаж, бандаж, трикотаж. Это работа клиник московских, это казанских наших специалистов, и это, например, моих турецких коллег, считаю эту девушку просто гением и трудоспособной и безумием, потому что привести вот такую ногу к такому размеру требует два месяца ежедневной работы. Девушка-специалист вот в белом халате выбрала такую себе специальность, делать других счастливыми. Конечно, выглядит лимфотерапевт после лечения вот так, когда такую ногу пролетишь, но зато усилие того стоит. И это вот мои пациентки показать, что лимфостаз, как и онкология, это не приговор к окончанию нормальной жизни, можно быть совершенно красивыми, прекрасными, и даже трикотаж никого портить не будет. Женственность, красота вся внутри нас, мы к этому сейчас, думаю, как раз перейдем в следующем докладе. Поэтому всегда у нас девиз какой? Мы не работаем по принципу «и так сойдет», работаем по другому русскому принципу на совесть. Тогда получается хороший результат. Спасибо большое за внимание. субтитры создавал DimaTorzok